Здравствуйте, уважаемые зрители! Я это видео сняла по запросу некоторых моих подписчиков о том, что сейчас там, как в Барселоне, в центре города. Ну, вот вчера я решила прогуляться и заодно снять небольшую такую зарисовку. Как видите, ну, если кто знает Барселону, я иду сейчас по Пасео де Грасе. Это очень большая улица, ведущая на площадь Каталонии. По краям её находятся большие дома, в них различные учреждения, магазины находятся. И вот сейчас я вам покажу консульство. Это консульство Грузии. Одна из квартир там снята под эти нужды. А также и рядом, вот там красный флаг виднеется, это консульство Турции. Тоже снята там, не знаю, или одна квартира, или несколько каким-то образом объединённых. Ну, вот так выглядит Пасео де Грасе рядом с площадью Каталонии. Вот я иду сейчас на площадь и ещё раз покажу этот дом. Здесь ещё одно консульство. Кто знает, какое, пишите. У них апартаменты, кажется, вроде бы шире. Хотя, опять же, я повторюсь, может быть, у Грузии и Турции ни одна квартира занята под нужды консульства. Посольство находится в Мадриде, естественно, а консульство различное, в том числе, естественно, российское, находится в Барселоне. Но российское консульство, как и многие другие, находится на Педральбесе. Ну, вот вы видите количество людей, находящихся и идущих на площадь Каталонии. Замечу, что снимаю я в воскресенье. Из публики, прогуливающейся по улицам и по площади в Каталонии, в данный момент это представители местных жителей, естественно. И если где-то кто-то попадается русскоговорящий, то это иммигранты. Ну, может быть, работники дипломатических представительств, может быть. Вот. Клумба справа от меня уже цветает, что естественно, все-таки октябрь на дворе. Ну, вот площадь города считается официальным центром, хотя она центром была далеко не всегда. И такая большая, масштабная и планомерная ее реконструкция началась в XIX веке. Тогда была снесена часть городской стены, сохранившейся здесь. В XIX веке, конечно же, городская стена. Вот я показываю рукой, примерно здесь она находилась. Городская стена в XIX веке уже утратила свое стратегическое значение. Но лично мне, конечно, историческая достопримечательность все равно казалась привлекательной с точки зрения своей историчности. Но, тем не менее, в то время все еще с историческими достопримечательностями не особенно церемонились. Поэтому ее снесли, эту стену, и решили здесь реконструировать вот это место. Убрали частный сектор и поставили дома. Вот видите, население площади Каталунии современное. Кто здесь живет, на площади много различных памятников, которые посвящены тем или иным событиям. Я снимала уже площадь Каталунии, в моих видео она фигурировала. Так что вы можете это все посмотреть. Я нахожусь в маске. Как видите, люди вокруг меня тоже в маске. Это обязательно. И я не считаю коронавирус какой-то ерундой. Поэтому я маску надеваю. И вообще, если даже те, кто так считает, думают, что это все чепуха, я думаю, тоже ходят в масках, потому что штраф за это причитается. 100 евро. Так что там какой-то есть минимум 50. Но это, наверное, для тех, кто платит раньше, вот как за автомобильные штрафы. Но, честно говоря, я точно не знаю. Так что ходят в масках все и на улице, и в общественном транспорте. Я снимала маску на время фото в некоторых случаях. Вот я сейчас вышла на Рамблу. Здесь тоже люди, естественно, все в масках. И народу также это местные жители или приехавшие сюда гулять, жители других районов Барселоны. Вот. А также, если из не коренного населения, это иммигранты наших русскоязычных, я встретила раза два-три, наверное, за мою прогулку. Вот. Обычно Рамбла полная, полная туристов. Я не знаю, я, ну да, читала, что некоторые там, типа, радуются, как хорошо, нету туристов там. Мол, типа, дышать им стало там хорошо. Это реклама. Я под этой аркой немножко постояла, сделала селфи. Но когда селфи делала, я маску снимала. Вот. Погода была вполне себе тёплая. 22 градуса. Ну, когда в тень заходишь, прохладнее. А на солнце, конечно, ну, так скажем, вполне себе. Почти что по-летнему. Но всё-таки осень здесь уже тоже есть. И по ночам температура опускается до 8, 9, 10. Вот где-то так. Вот вам показываю улицы. Ну, дома, естественно, не изменились. С ним пандемия не страшна. Ну, вот Рамбла. И кто идёт, кто движется по Рамбле. Ну, лично я не думаю, что вот отсутствие туристов – это прямо вот благо. Нет. Кажется, как какая-то некая оторванность такая ощущается от внешнего мира. Хотя в толпе я не особенно люблю ходить и всё такое. Но, тем не менее, я же не каждый день здесь хожу. И вообще, когда есть туристы, это жизнь. И кажется, что там вот и соотечественники рядом. Вот и всё такое. Вот это композиция цветочная здесь посреди улицы. Это как раз там в честь выставки цветов. Но я на неё не ходила. Я просто решила здесь прогуляться. И я даже не посмотрела, где именно она проводится. Ну, точно, что не здесь. Ну, вот вам Рамбла. Погода ясная. В принципе, в камеру видно хорошо. Это я палкой селфи указываю направление там. Ну, вот посмотрите, кафешки попались в кадр. Люди туда заходят. Здесь обычно очень много посетителей. Сейчас, конечно же, намного меньше. Вот это я вошла в такую более, ну, что ли, густонаселённую прохожими часть Рамблы. Но, тем не менее, видите, что не так густо, как бывает, когда много здесь туристов. Ну, конечно, проще сейчас сделать какой-то кадр, фото, я имею в виду. Чтобы кроме тебя на фото никто не попался. Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, всё-таки ты же среди людей находишься как-никак. Я знаю, некоторые, ну, не то чтобы сердятся, а как-то досадуют на то, что люди попадаются в кадр, когда они снимают фото. Ну, я не досадую, скажем так. Вот я сейчас иду в ту часть Рамблы, где обычно стоят художники. И мы сейчас с вами увидим. Машины эти стоят, там около обочины по дорогам, в принципе, ездят. Ну, вот сейчас не автомобиль проехал, а... В общем, транспортные средства здесь передвигаются. Иногда на Рамбле и заторы бывают. Иногда при какой-то необходимости движение ограничивают. Ну, в связи с чем-то, естественно, не просто так. Вот автобус, как видите, проехал. Так что транспорт работает в обычном режиме. Как частный, так и общественный. Ну, вот та часть Рамблы, где художники находятся. Вот они там свои картины расположили. Что касается вот этих живых скульптур, есть две штуки, я видела. Но все-таки... Ну, вот, пожалуйста, эти художники стоят. Тоже их немного было совсем. И вот такая композиция. Я не знаю, к чему она приурочена. Как вот поленница какая-то некая сложена. И на нее сверху с помощью грунта. Вот там грунт, видите, насыпан. Посажены цветы. Так-то, в общем, симпатично выглядит, но несколько странно. Откуда вот эти дрова? Нет никаких объясняющих надписей. Может быть, это поваленные деревья от непогоды, от штормов. Вот их таким образом распилили и разместили. На зеленой вот этой вот бумажке там было написано «не трогать руками». Это балкон с желтыми, там, я не знаю, это то ли ленты, то ли шарфы, символизирующие свободу заключенным политическим. Вот. Ну, там шарфы уже обтрепались. Ну, здесь, как видите, я уже на Манджуике хожу возле того самого большого магического фонтана, который сейчас выключен. И, честно говоря, я не знаю, он выключен, потому что день, а днем он всегда обычно выключен. Или потому что в связи с пандемией общественные мероприятия все-таки фонтан. Ну, чтобы не привлекать сюда скопление народа, потому и выключен. И там, вот, чуть выше производятся ремонтные работы. Они, тоже не могу сказать, относятся к Манджуику вообще, или к фонтану в частности. Ну, по-моему, и к тому, и к другому, как я понимаю. Тоже, как видите, народу здесь очень-очень немного. И местами я ходила без маски. Это армянский хачкар, который был установлен по договору с местными властями на Манджуике. И видите, что люди сегодня его посетили. Все знают, в связи с какими событиями. Вот, я тоже сочла нужным это показать вам. И я иду по улице, которая спускается оттуда с Манджуика. Я здесь еще не ходила этим путем. Не спускалась, точнее, с Манджуика этим путем. Вот, решила пройтись и просто покажу вам эту улицу. Спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся.